И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет разговорного формата, как вы знаете совсем скоро у нас 8 марта, это значит что у нас возвращаются праздники в игру, ну и соответственно конечно же многим очень сильно интересно что же все таки у нас будет на данный праздник в танках онлайн, какие будут скидки, ну и вообще в принципе все ивенты какие у нас вообще будут посвящены. Данному замечательному дню. Сегодня обо всем по порядку поговорим, я расскажу все свои мысли по этому поводу, все что я думаю, все что может быть чисто в теории исходя из моего личного опыта, ну и как я для себя вообще вижу данный праздник. Анонс его будет уже через полноценный день возможно, да, может чуть больше, 2 дня это край, ну и тогда мы вместе с вами уже сможем проверить насколько я был точен, насколько я хорошо на данный период времени разбираюсь в танках, ну и что вообще в принципе может быть. Ну и вы как бы свои мысли тоже можете написать в комментариях, если вы какой-то там супер мега вангер, который шарит что у нас будет в танках, можете тоже написать. Всем конечно же друзья изначально интересно по скидкам, да, понятное дело что у нас в игре будут и фонды повышенные, и супер миссии, и спецкарты, да, то есть скидки, все это должно быть. У нас уже было 3 или 2 или 3, 2 или 3 праздника, да, в общем, ну не суть, не суть важно, где были что-то в этом же духе, да, ивенты и 14 февраля и 23 февраля, и по сути у нас идет такой сейчас период времени, что у нас 4 дня нет ивента, потом ивент на протяжении недели может даже больше, да, полторы-две даже недели бывает зацепляет, потом опять у нас 4 дня нету с новой недели никаких ивентов, потом опять начинается с пятницы и по следующую всю неделю ивент, и многие ребята зарабатывают какие-то безумные большие количества кристаллов, вы видите, что у нас на протяжении 2 недель подряд есть новые рекорды по недельным заработанным кристаллам, ну и понятное дело что помимо этих рекордов довольно большое количество игроков играет и поднимает большие суммы кристаллов, поэтому здесь я думаю, что это не исключение, у нас также будет повышенные фанды, вот только вот вопрос в том, на какой длительный период они будут, да, возможно сейчас все-таки 8 марта уже близко и оно не будет столь долго, как у нас было до этого где-то около полторы недели, два ивента было, да, поэтому может быть сделают только с пятницы по воскресенье, но фанды, опыт я думаю, что повышен точно должен быть, дальше у нас должны быть спецкарты, и если уж мы смотрим на 8 марта, то и смотрим на то, что у нас было вообще в предыдущих годах, то здесь конечно же я для себя понимаю, что должны быть голды, у нас часто были золотые ящики по 3000, но сейчас как бы если на все это дело посмотреть, то я бы сказал, что никаких 3000 голдов не будет, этого у нас не было довольно длительный период времени, и я думаю, что здесь ничего абсолютно не поменялось у разработчиков в голове и повышенного номинала золотых ящиков мы вместе с вами не увидим, но повышенный шанс выпадения точно будет, я думаю, что будет спецкарта, и если сделать что-то подобное, что у нас было на ивенте, приуроченному к 14 февраля, когда у нас были Рио, Серпухов и Борда, да, был у нас ивент с голдами, на котором я поймал, к слову, за день 150 вроде золотых ящиков, то будет все это смотреться довольно таки интересно, ну для меня лично, не знаю как для кого, но тогда голды были довольно неплохие, можно было и килов поделать в ДМке, но то, что у нас например было с хопперами, ну нет, пожалуйста, такого больше я не хочу видеть. Ну и также есть, если уж вдруг что-то поменяется у разработчиков и вдруг они не сделают голды, хотя я уверен почти, наверное, на 100%, что золотые ящики должны быть, да, то есть это 8 марта и у нас всегда не имеются, при том раскладе, что есть даже сами пририсованные голды, в виде там сердешек, которые должны быть, и здесь как бы, но если вдруг воспосмока будет, если вдруг выйдет та самая воспосмока, то я в принципе не буду грустить, не буду думать о том, что, блин, что-то такое, если это вышло, воспосмока тоже очень круто, если будет. Дальше, что касаемо скидок, все, наверное, скажут, что будет 30% скидки. Я, наверное, тоже соглашусь с этим, но сделаю вам небольшую затравочку в виде том, что у нас раньше в игре были такие моменты, что у нас на 14 февраля, на 23 февраля появлялись скидки в виде там 30%, в виде там 23% на, например, 23 февраля, а потом 8 марта появлялись скидки 50% и на МПК появлялись скидки 50-70, тоже на 8 марта. Поэтому, друзья, с маленьким шансом, но он есть, мне кажется, что есть реально возможность такая, что разработчики сделают скидки 50%. Но надеяться на них, конечно, наверное, не стоит прям там думать, что о, сейчас 50-ка залетит, но можно просто держать в голове, что есть шанс 50% скидок. Раньше это практиковалось и, возможно, здесь оно тоже зайдет, исходя из того, что были скидки по 30% и, ну, как бы, разработчики, может быть, смотрят за тем, какое количество кристаллов у ребят имеется и посчитают нужным вот так вот хоп и сделать скидулечки за счет того, что, как бы, у игроков кристаллов, да, если кто-то захочет, то ему придется, например, там, либо потеть жестко, либо донатить, либо, ну, как бы, монету в игру вкладывать. Поэтому, как бы, здесь, с точки зрения, я, ну, такого мува 200 IQ может быть 50%. Ну, и также, если вдруг 50% не будет, выйдет дефолтный 30%, то я буду сидеть и надеяться и верить в то, что у нас появится скидки 70%. И когда же они могут быть? А все может быть очень и очень просто. Например, у нас начинается ивент в пятницу, то есть в четверг у нас полноценно выходит анонс. Это значит, 4-го числа у нас анонс, 5-го числа выходит ивент. 6-е, 7-е, это выходные. Соответственно, ивент к 8-му марту уже будет до 8-го марта полноценно в самом разгаре. И у нас, например, на выходные сделают там скидки 30%, а про 8-го марта не скажут ровным счетом ничего. И я, ну, так чисто могу прикинуть, что есть большой шанс, что 8-го марта просто хоп и влетят 70% скидочки. На что, конечно, никто не будет знать. Ну, я, наверное, предположу, что это должны быть корпуса или краски. Корпуса или краски. У нас были устройства, у нас были пушки. 8-ое марта делалось по краскам скидолечки. Я помню, точно года, наверное, 2 назад, может, даже 3. Были там скидки хорошие на краски. Ну, и, как бы, пушки были, корпуса могут быть. То есть, я вангану, что могут быть либо скидки на корпуса, либо на краски. Но, вы сами понимаете, что это лишь мои догадки, лишь мои мысли по этому поводу. И есть большая вероятность того, что я ошибаюсь, и то, что будет, например, что-то совсем по-другому. Но, я раньше видел активность, я видел ваш интерес к подобным видеороликам. Если это сохраняется до сих пор, если вам нравится смотреть такие, ну, разговорные, какие-то мысли мои, да, по поводу всяких праздников, скидок, ивентов, то поддерживайте данный видеоролик лайком, пишите, что вы думаете по поводу 8 марта, что будет, спецрежимы, скидки, ну, то есть, по фондам, я думаю, там, по супермиссиям можно не говорить, потому что это все будет, и оно примерно, никак, абсолютно не меняется, но, за исключением того, что сейчас у нас дополнительно еще, можно, как бы, осколочки поформить, там, дополнительные контейнеры, все дела туда-сюда, поэтому пишите, мне будет тоже интересно почитать, что вы думаете по этому поводу, но у меня на этом все, ждите, фармите, ну, и надеемся и верим, что 70% скидочки обязательно залетят, всем удачи, и всем пока.